Вы смотрите канал Хороших Агомистов. Сегодня мы зайдем к нашему выпускнику Алексею Колесникову в его офис. И он нам расскажет, зачем ему вообще это все было нужно и что он получил от наших курсов и вообще расскажет о себе. Меня зовут Алексей Колесников. Я директор по маркетингу в Рокетбанке. Также я его основатель. И находимся мы в офисе Рокетбанка. Повод у нас замечательный. Я наконец-то закончил обучение в школе год программер. Выполнил все домашние задания. Вот сегодня очень надеюсь, что получу свой сертификат. А началось все, наверное, месяцев 4 или 5 назад, когда я увидел рекламу в вашей школе в Фейсбуке. Кажется, это было в Фейсбуке. И просто посмотрел программу обучения и понял, что это совпало с моими намерениями усилить свои знания в программировании, в каких-то IT-областях. Вот. И ну что, я просто написал вам, вы быстро ответили. И так и пошел дальше курс. Замечательный, интересный. Масса впечатлений. Вот. Ну, уже курс был закончен, не знаю, два месяца назад, да, наверное, но до сих пор еще свежи. Свежи впечатления и много, в общем-то, только хороших. А можешь пару слов просто про Китбанка, директора по маркетингу и программированию? Где связь? Да, связь, наверное, она как бы не очевидна, но на самом деле на поверхности. Мне, в принципе, нравится заниматься разными вещами. Много интересов в жизни, в том числе такой технический бэкграунд. Я закончил когда-то МФТИ, вот. И мне приходилось сталкиваться с какими-то там инженерными вещами, немножко IT-технологии, компьютер-сайенс. И программирование никогда не было там в основе всех моих навыков, то есть это не было профессиональной деятельностью. Но, как говорю, сфера интересов широкая. Плюс сейчас, наверное, ни для кого не секрет. Это, не знаю, мое личное мнение, что навык программирования, он становится одним из самых востребованных и нужных, даже если вы не занимаетесь профессионально, то есть если вы не получаете деньги за программирование. То есть, вот, как есть поговорка, сколько языков ты знаешь, только раз ты человек, так, мне кажется, уже скоро будет войти часть такая же история, сколько ты знаешь языков технологий, только раз ты, не знаю, специалист. Увлечение путешествиями, управление своим проектом, там еще куча дел. Как удалось находить время, ну, сколько времени вообще уходило на занятия, как удалось найти время на все это, при том, что еще все остальные дела тоже, как бы, я очевидно, что не забрасываю, да, там, как бы, забросить невозможно. Ну, в этом смысле, наверное, мне повезло, потому что из-за того, что я руковожу компанией и целым отделом, у меня проще, у меня гибкий график, у меня нет начальника, который бы мне там говорил, когда мне что делать, вот, поэтому мне легче находить, но на самом деле я считаю, что если важна мотивация, то есть если вам что-то надо, что-то хочется, если желание действительно, то, в общем-то, путь в 2-3 месяца, скажем так, там, не знаю, по нескольку часов в неделю вполне посилен, точно так же, как я не знаю, если человек чего-то хочет, там, научится рисовать, там, музицировать и так далее, это не должно быть проблемой. То есть если становится проблемой вот выделения, там, нескольких часов на вещи, то, пожалуй, нужно задать себе вопрос, как ли сильно это нужно, вот это все. То есть ты в числе, на самом деле, одного из самых настойчивых учеников был этого потока, хотя у тебя вроде это как хобби, ты говоришь, да, то есть ничего бы не произошло страшно, если бы ты вообще бросил курс, правильно? И мне кажется, это уже свойство, скорее, характера, некая общая система, никак не с программированием не связана, вообще, просто, если вот представил цель, то надо как-то добиться какой-то результат. Я не знаю, тут вопрос очень общий, есть на самом деле курсы, которые я не добил до конца, другие не связаны с программированием, как говорим, много, но... Нам повезло. Я-то, да, вам и мне повезло. Но тут еще вот такой вопрос, я помню, есть такая поговорка, один из основателей Ракетбанка как-то сказал, что незаконченные дела разрушают нашу душу. Вот, и я, как это, была такая легкая коктейльная вечеринка, но серьезные слова, да, я их как-то там принял сильно и подумал, что действительно лучше сделать меньше, но до конца, чем, в общем-то, много вещей не законченных. Соответственно, когда я выполнял, я понимал, что зачем мне это нужно. А нужно мне, на самом деле, кроме хобби, то, что я получил на курсе, для того, чтобы прототипировать новые приложения, сервисы. То есть, вот, Ракетбанк – это не первый мой стартап. Вот, и в какой-то момент начинаешь понимать, что для многих бизнес-задач гораздо правильнее уметь самому что-то собрать, попробовать, чем сразу нанимать человека, который умеет программировать. Потому что, во-первых, есть две проблемы. Люди, которые умеют программировать, получают хорошие деньги, зарабатывают. Это, как бы, проблема для тех, кто их нанимает, наверное, и преимущество для тех, кто умеет программировать. Но с точки зрения бизнеса, на ранних этапах, конечно, то есть, взять в команду, не знаю, трех программистов, если особенно брать хороших программистов, я рекомендую всем, с точки зрения бизнеса, брать исключительно хороших программистов. Это может быть, не знаю, 80% расходов проще, эффективнее, приятнее идти путем того, что ты собираешь свой прототип, тестируешь его на каких-то людях, хотя бы на своих знакомых, если не на знакомых, то на каких-то первых клиентах. И когда ты понимаешь, что это работает в смысле рынка, то есть, это востребовано, тогда уже начинать нанимать профессиональных программистов, которые могут очень быстро развить твой продукт. Пару слов просто про тех, кто не в курсе о Рокетбанке, в чем его прикол, и в чем твое удовольствие от его создания, управления? В чем его прикол, достаточно такой неоднозначный вопрос. В общем, Рокетбанк – это такой банк для обычных людей, то есть, это B2C-продукт, который мы вот с командой, с основателями решили делать, когда поняли три года назад, что на рынке очень мало банков, которые бы отвечали нашим личным потребностям. То есть, мы ощутили себя, то есть, у нас был период, когда мы смотрели после очередь нового успешного стартапа, который закончился, тогда это был, кстати, группон России, вот мы сделали, вот вышли на IPO, и мы командой думали, что делать дальше, смотрели разные индустрии и обратили внимание на финансы, и в частности на банковский сектор, как один из самых консервативных, и финансы тоже в IT консервативная достаточно сфера, и просто ощутили, что на личном примере, что нету банка в России такого, для частных клиентов мы говорим про физиков, да, которым хотелось бы, там, не знаю, делиться с друзьями или сказать, что однозначно, вот он банк моей мечты. Привет, Олег, пару слов, скажи просто о себе. Пару слов о себе, ну что, я Олег, один из основателей так получилось с Рокетбанка, отвечаю за весь наш продукт, за разработку. На каких технологиях банк-то, Рокетбанк очень быстро? У нас Руби, Рельсы, и вообще много open-source, всяких пасгрессов и прочей такой штуки. У нас, ну вот в банковском понимании от вендоров вообще никакого софта нет, мы все сами любим внутри делать, писать, вот, поэтому... А почему Руби, Рельсы, так исторически сложилось? Ну, на самом деле, да, так исторически сложилось, просто, ну, у меня был какой-то опыт с ними, плюс, вот, ну, ребята, с которыми мы начинали, тоже были близки. Вообще нормальные технологии, почему нет? Нету каких-то проблем в плане роста, может быть, с рельсами, там, нагрузки, вот многие ругают, что это рельсы, там, у него. Ну, на мой взгляд, в реальности это надуманные проблемы. Это только для маленьких стартапов. Да нет, ну, на мой взгляд, честно, в реальности это надуманные проблемы, но, в смысле, они появляются, когда уж, короче, банковские нагрузки, они на самом деле не такие. Там, был у меня опыт до этого с приложением на ВКонтакте, там нагрузки, если не десятки, то там сильно больше, и там тоже те же самые рельсы были. Ну, вопрос просто, как бы, как строится логика изначального приложения, всей архитектурки и все такое прочее. Вообще, как считаешь, руби рельсы перспективны? Ну, честно, как бы, я... Есть такой скепсис, что вот они уже на спад уходят сейчас, какие-то модные там эликсир, ноджез. Ну, как бы, это же все мода. В реальности, ну, как бы, на мой взгляд, честно, нету большой какой-то очень разницы между, там, вот, что руби лучше, там, чем питон или что-нибудь такое. Все-таки больше, ну, растет вот применение, вот, что вы делаете, для чего. Соответственно, из этого, ну, есть просто вот опыт людей, да, чем они занимались. Ну, условно, драйвера, понятно, на руби тяжело писать, да. Вот все, что касается интернета, веба, понятно, что руби силен вот в этой штуке, соответственно, вот, если хочется что-то там делать про веб, про интернет и всякой такой штуки, окей. Ну, джес, ну, у нее, понятно, свои преимущества есть, но там больше холиварный вопрос. Окей, спасибо, Олег. Всем пис. В общем, это было вот штукой, которой, в общем, мы поняли, что нет ни одного вообще банка и бренда, который был бы лав-брендом. То есть, чтобы люди говорили, вот, вот, я пользуюсь этим, мне, правда, очень нравится. То есть, было такое, я вынужден этим пользоваться, мне кажется, нормально, но вот куча, ну, просто их... То есть, я понял, основная, как бы, цель вашей ДП, что ли, это быть просто удобным, как бы, лицом, конечным пользователям. Да, да, мы, дело в том, что мы сами не банкеры и полезли в этот бизнес из интернет-бизнеса. То есть, для этого мы делали Группон, это очень серьезная там, веб-платформа была. То есть, мы чувствовали свои компетенции в интернет-маркетинге, в создании каких-то сложных платформ, в интернете, привлечению клиентов и так далее, юзабилити в том числе. И чувствовали этот дух времени. И в то же время была вот консервативная абсолютная сфера, в которой, ну, мы там не разбираемся, то есть, мы не банкиры. И, соответственно, вот мы, как бы, набрались дерзости, что ли, выписали весь этот список жалоб, чем не устраивали. И просто, как бы, подумали, что можно сделать. Вот. И сделали банк, которым сейчас, и сейчас у нас очень большая лояльность наших клиентов. Я думаю, что мы один из немногих лав-брендов, в принципе, среди торговых марок в России, среди банков, наверное, единственный. Что дал курс? Я знаю, что ты уже точно совершенно как минимум одно приложение, пускай там немножко прикладное, не такое, что прям для всех, уже сделал. И еще одно такое уже более глобальное планируешь. Похвастайся. Да, похвастайся. Да, но с точки зрения самих приложений, наверное, вот покажем, что я сделаю. И есть большие планы, кстати, дальше делать и делать приложения. Есть разные мысли мне вот. Но давайте начнем с первого, да, что дал курс? Курс дал такую, не знаю, основу, что ли. То есть, у меня было такое ощущение, то есть, я умею разбираться в разных вещах и занимаюсь самообразованием достаточно много. То есть, у меня очень много книг, я их покупаю, не все читаю, но читаю тоже много. Но с программированием у меня была, это не первый мой подход к обучению, попытки научиться и так далее. Снаряду. Всегда, да, было ощущение, что я начинаю делать, ну, что-то изучать, то есть открываешь, читаешь, но тебе с самого начала, вот буквально, начинаются концепции, которые вот как в книжках по физике или по математике, это отсылки там, лемма там, лемма здесь. И, пожалуй, есть, наверное, люди, у которых тип мышления такой, что они могут это пропускать, а потом как-то компилировать. А у меня же всегда, как бы, мне очень сложно пропустить то, что не знаю. Я начинаю идти вот там по каждому из этих ветвей и деревьев. Я в этот момент ощутил, что настолько широкий спектр, то есть, этой штуки, что чтобы где-то продвинуться, чтобы охватить какое-то целостное, вот самообразование, а в таком классическом смысле купить книжку, оно мне как бы сложновато сделать. Я начал смотреть вот разные там, как бы, вещи, в итоге после курса, чем мне очень понравился курс, что мы за эти три месяца сумели хотя бы понемногу попробовать всего. И несмотря на то, что далеко, ну, как бы, степень глубины очень-очень маленькая, там, например, базы данных или там фронт-энд были очень поверхностные, но это позволяет получить более-менее целостную картину, когда ты встречаешь потом эти слова, ты в них, да, ты уделил всего 10 минут, там, было уделено где-то в видеозаписи, но ты хотя бы знаешь, что вот, что это такое, и тебе не нужно туда, в общем, углубляться. И отсюда получилось, что пройдя от начала до конца этот курс, в конечной точке я ощутил, что, в общем-то, сложился какой-то уже, то, что называется, критический комок, и, ну, в общем, становится уже намного проще. В физике, да, некая модель появилась. Да, ну, да, то есть модель, на которую ты можешь уже накручивать и уже ходить по этим веткам, добавляя их, а не теряя их в них, что ты, там, не знаю, где-то доходишь до каких-то еще. Это очень круто, я считаю, что в этом есть самое большое преимущество именно курса Good Programmer по сравнению с другими, потому что попробовал я, ну, прям, ну, не знаю, штук пять в плане, там, ну, наверное, они были все бесплатные. Ну, то есть здесь еще другой фактор, что заплатив за курс, тоже как-то не хочется их заканчивать, вот, поэтому бесплатные курсы, они хороши тем, что, ну, вроде, ты не платишь, но там совсем нет этого ощущения, что ты можешь бросить любой момент, там, как-то не идти до конца, вот, поэтому вот так, поэтому главная такая штука, да, реализован проект дэшборда, вот, повесили мы телевизор на стену и… Это ты пока учился, сделал просто свой… Да, можно сказать, что пока учился, ну, последнюю, наверное, неделю или там, вот, это уже было в конце курса, то есть пока… Сколько знаний получил, да? Да, в основном, да, то есть, конечно, ну, то есть, как бы, в основном, все-таки вот этот дэшборд… Мы просто хотели смотреть. Да, давайте. Алексей, расскажите про эту штуку, это я так понимаю, то, что вы сделали в процессе прохождения курса уже на последних неделях, что это, что это, зачем это? И вот перед вами это дэшборд, такой информационный монитор, и, по сути, вот, как я упоминал, я снимаюсь и управляю в маркетинг-банк, и вот я решил в какой-то момент повесить телевизор, на котором вы, ребята, все сотрудники, их уже у нас человек 20, могли бы видеть свой прогресс… Это все, думаете? Да, 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 вот здесь вот за спиной у нас все маркетологи, вот, и чтобы они могли видеть свой прогресс и как-то получать ощущение о том, вообще, как их работа успешна, могут ли они спать спокойно, приходить домой там и рассказывать, что они молодцы, либо, наоборот, чувствовать какой-то прессинг такой легкий и стимул к тому, чтобы выполнять, вот. И поэтому появилась такая мысль, появилась вот такая… По сути, это веб-страница, вот, которую я полностью сверстал, вот, без всяких шаблонов, без ничего. То есть, ну, вот, если говорить о том, что здесь нарисовано, то здесь вот самый большой статус-бар такой, он отображает план на тот или иной месяц. Вот, мы выпускаем в Ракетбанке карты, и задача маркетинга – генерировать заявки на новых клиентов. То есть, чем лучше они работают, тем больше у нас заявок в банке, и чем хуже, тем меньше заявок. Ты сказал, что тебе разработчики помогли сделать выгрузку бэкэнда, да? Да, да. То есть, в бэкэнде бэкэнд сделали просто выгрузку джейсон, то есть, я, ну, там, написал, в общем-то, то, что я хочу там видеть. Эти ребята из IT сделали вот мне ссылку, линк, по которому я мог сделать это джейсон. А дальше все остальное здесь вот как бы… Ну, да. Внутри находится Руби, но он очень-очень простой, одностраничный, по сути, один запрос. А дальше с помощью джаваскрипта реализовано обновление страницы, и все остальные, ну, понятно, фронт-энд, вот… Все вот эти контроллы, в общем, они кастомные, я их программировал сам без… то есть, я не использовал каких-то там вот… ну, готовых решений вообще, да. Мне кажется, очень крутой кейс, крутая история. Пару слов, может, будущим нашим ученикам, что посоветуешь? Ну, советую, что делать домашние задания и обязательно вообще, не знаю, заниматься развитием себя, в том числе в направлении, вот, связанном с IT-технологиями. Ну, не знаю, это такой общий совет, но на самом деле приоценить его важность очень сложно. Если у вас есть время на саморазвитие, оно обязательно должно быть, иначе все плохо, вот, направляйте его в первую очередь вот на изучение вообще IT-технологий, потому что за ними будущее, куда ни глянь, программирование, слава богу, пока что еще дает возможность достаточно купить себе компьютер, найти время, и уже можно за относительно короткое время, там, не учась, там, 10 лет в институте или в университете, выйти на весьма-весьма конкурентоспособный уровень в терминах вообще мира всего. Вот, соответственно, ну, это потому, что у нас есть и преподаватели, и техническая основа, и очень много специалистов, русскоговорящих, которые это могут делать. В частности, потому что он будет программером, ну, вот, хороший тому пример. Поэтому не использовать эти возможности, это, как бы, большая ошибка. Ну что, пожелаем удачи Покетбанку. Спасибо. Лично Алексею очень классно было пообщаться. Прям вот наглядный такой живой пример. Для скептиков специально. Ты с нами был незнаком до того, как стал нашим учеником. Ну, еще никак. Это не постановлено. А ты знаешь, начнется. Ну, это, короче, все познакомилось. Сейчас в Ютубе очень популярная тема, у кого что постановлено. Надо было мне сейчас второй дубль включали, другие, короче. Да, другие потери. Переодеться специально. Все правильно. В общем, друзья, учитесь программировать. Записывайтесь на наши курсы. Становитесь клиентами Рокетбанка. Вам надоело убого. Я лично, кстати, Красненького банка недавно поставил приложение. Меня чуть не вырвало, клянусь. Продолжение следует.